привет дамы и господа с вами по-прежнему алексей хохлатов который записал уже пять видео по призму и если первое видео я записывал так аккуратно осторожно я еще не совсем разобрался как бы в теме и больше обращался к аудитории что же такое как с этим разобраться и вот что-то там не ладится и сходится давайте вместе разберемся то сейчас уже шестое видео да и собственно говоря уже начиная с 4 я абсолютно разобрался что это такое и к счастью для себя к несчастью для последователей призм я оказался прав вот в том что я подозревал об этой системе а вот а теперь я хочу в этом видео уже совершенно точно без всяких эмоций и вас прошу убрать эмоции объяснить почему это дело накроется медным тазом и каким образом это произойдет и вообще что это заявление ребят на самом деле это все просто элементарно ну элементарно просто вообще это м ммм один в один кстати среди призмовцев очень много я получил сейчас очень много комментариев там отзывов все такое на эти видео вот буду к ним отсылаться в том числе вот очень много бытует такое мнение часто что ммм вообще это нормально и если бы не государство которое закрыл ммм вот все было бы иначе все было бы хорошо и мы вообще может быть жили бы в другом мире друзья вы наверное смотрели фильм пирамида я тоже посмотрел классный фильм и очень понравилось и самое главное что в нем есть там не делается каких-то выводов что это плохо или хорошо там зрителю самому дается возможность понять и сделать свои выводы плохо или хорошо так вот первые ммм до когда мы вроде посадили он до был закрыт при помощи правоохранительных органов но друзья мои когда ма вроде вышел ммм 11 ммм 12 ммм 13 ммм 14 вот это все государство не мешало но тем не менее пирамида захлопнулась почему не могло быть иначе вот смотрите берем призм как таковой голый без паровозиков без рой клубов без гипербинаров без всех этих систем да кто-то скажет алексей вот мне говорили тоже в отзывах ну конечно он попал там на какой-нибудь гипербинар вот он и считает что призм это пирамида призм это не пирамида друзья призм это пирамида почему объясняю там есть парамайнинг да это то что дает проценты на то что вы просто держите призм при себе я обращу внимание что пос майнинг то есть proof of stake майнинг он существовал задолго до призм был давно изобретено все такое но если вы наведете справочки то вы увидите что такие ну как бы нормальные признанные проекты да они тоже используют proof of stake но боже мой там доходность на этот proof of stake 7 процентов годовых в среднем а чё так мало призм дает 7 процентов в месяц если у тебя там хорошая котлета тысяч 10 долларов лежит монете да почему в призм дает 12 раз больше и конечно же те кто приверженец призму или наслушался идеологов призм говорит ну потому что это честно это нормально у нас там большие комиссии 0 5 за каждую транзакцию и все такое и вот так получается так не получается друзья это просто рисуются монетки это нормально опять же если это в рамках игры это за ху выходит за рамки игры давайте последовательно так вот почему в других монетах платят proof of stake потому что там почему 7 процентов годовых потому что это не цифра взятая с потолка это столько получается с учетом того что люди платят за транзакции с учетом вознаграждения за создание блока и все такое в призм вознаграждение слишком большое так скажем для чего для того чтобы люди было интереснее вовлекаться в систему ну и теперь давайте посмотрим на график призму я вас здесь рядышком помещу или стоили с той стороны значит он вышел чуть больше доллара поднялся на там доллар 0 5 что ли был не помню по памяти говорю потом он плавненько пошел вниз 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 почему он пошел вниз все понятно потому что вознаграждение большое а приток живых денег маленький значит спрос рождает приложение предложение вознаграждение там 5-10 процентов в среднем получали да потому что кого-то тысячу долларов кого-то больше вложено там чем больше вложен тем лучше награждение вот значит на 5-10 процентов в месяц должно приходить денег больше для того чтобы курс держался на уровне на том которым он есть да тем не менее он сильно падал почему ну потому что интерес к монете был маленький она была не раскручена и все такое потом на призме создали пирамиды ну это сама пирамида я говорю усилили пирамид каким образом усилили таким образом что стали звать в паровозике где под тебя подписывают людей и поэтому у тебя их становится больше а чем больше людей тем больше у тебя пара майнинг да вот или устроили крое клубы то есть ты сдаешь деньги в общую котлету чем больше котлета тем больше пара майнинг опять же тебе дают часть от этого ну об этом я говорю в предыдущем видео кроме того если вы из призма прекрасно знаете о чем речь вот и таким образом среднее вознаграждение за призм стала повышаться и это привлекло тех людей которые ну некоторые несколько есть категории есть которые просто пирамидальщики они идут в этот проект осознанно понимая к чему это дело ведет есть которые финансовые безграмотные им объяснили что вот здесь это же не пирамида здесь же все на блокчейне никто с грузовиком денег не уедет все открыто и все такое но до конца объяснять не стали вот то что я объясняю в своих видео вот и люди туда ринулись и действительно количество монет увеличивается другой вопрос что цена падает но когда приток больше чем пара майнинг то курс растет и мы это увидели там за последний год курс вырос там с 0 10 центов по моему да до 0 8 вот сейчас он опять упал там 04 может 045 сейчас можно 35 я не заглядывал смотрел дня три назад только смотрю вот почему потому что ну был недавно такой бум по призму там месяц назад да и курс взлетел потому что людей стало приходить больше чем пара майнинг поэтому курс рос вот но все таки пара майнинг берет свое да а сейчас уже мало кто является ну как сами призмовцы дают говорят дураком да и заходят там на 54 процента все заходят какие-то системы и общий пара майнинг он поднялся несмотря на паратакс паратакс это управляющая которая снижает пара майнинг да но тем не менее этот пара майнинг в общей сложности потому что все заходят не просто в призма во всякие пираму в паровозике связаны с этим он увеличился вот и это взяло свое и курс после того как он запампился до 0 8 он поднял пошел вниз вы еще увидите это он еще придет еще сильнее вниз почему потому что сообщество должно быть настолько привлекательным чтобы в идее в месяц заходило больше денег чем то количество пара майнинг который достается люди то есть если сейчас это в среднем там вот весь некий ярослав из киева который удостоил внимания мои ролики всех показал своем эфире и разбил как он считает в пух и в прах абсолютно непрофессионально а потом я не мог на это ответить потому что он сам там делал и просто откровенно глумился да но прочтим ему потому что он человек молодой еще неопытный он финансах видимо не разбирается в млм тоже вот и это у него как он сам признался в комментариях что у него действительно первый проект в призм где он заработал ну дай бог ему успеть вывести да но опять же если успеет вывести он с других кинет такая штука в пирамиде так иначе не бывает ты заработаешь только если другие потеряют ну такая система деньги из воздуха не берутся они должны быть у кого-то отданы и тем дать отданы у кого-то забраны и кому-то отданы тогда кто-то заработает а кто-то потеряет это кстати отличительная особенность пирамиды в реальной экономике не создается ничего такого за чего люди бы заплатили и у вас было бы прибыль идет просто перерасплении денег от одних других так вот этот ярослав он пояснил что сейчас 17 процентов в среднем платится по всему сообществу значит должно чтобы рос курс должно денег приходить каждый месяц больше на 17 процентов если будет приток денег 17 процентов это прирост сообщества в измеряемых деньгах то курс будет на одном месте ну не все так плоская там посложнее система но в целом так чтобы было понятно вот она где-то так вот если сейчас откроют азию качнут китай или зайдут кому куда-нибудь там не знаю юн в южную америку и так далее будет прирост но на азию вроде как что-то не получилось вроде ноябре хотели там выходить ну что-то не пошло вот может не пойдет может там свои пирамиды качают да может как бы призм там не приглянулся а может пойдет и тогда курс вырастет но опять же друзья вы заработать на этом или потеряете не знаете вот давайте подытожим потому что я уже 10 минут в эфире я не люблю растягивать как ярослав видео на два часа чтобы вот такая вот земля не осталась после призма что нужно нужно полностью убрать парамайнинг то есть ввести паратакс такой что проценты будут реально реальный процент это в районе 5 10 годовых ну это объективные рыночные данные которые мы видим по другим криптовалют еще более выдающимся чем пара чем призм а то призмовцы говорят мы первые криптовалюта открытая далеко не первые далеко не выдающиеся да отменяется парамайнинг и то есть а собственно если отмените парамайнинг все призм никто не пойдет призм привлекательным или именно парамайнингом если убрать его если паратакс будет такой что парамайнинга не будет или там он будет в районе 7 процентов годовых даже пусть 20 процентов все это про система будет неинтересно все из призму идут и монету все продадут и она будет стоить 1 цент и в итоге все останутся носом ну кто-то конечно успеет заработать как обычно вот кроме того сейчас на пятки пара призму наступает у нас кто минтер господа минтер там тоже большое вознаграждение за создание блока там порядка 15 процентов в месяц получается тоже эти проценты платятся в бипах это их местная криптовалюта до курс пока растет потому что приток большой и в отличие от призм это действительно продвинутая ну технология как таковая и опять же в отличие 3 от призм они уже в самом начале слава богу используют пытаются использовать криптомонету это в различных бизнесах в различных сферах там можно самому зайти сделать криптомонету призме такого нет да вот и поэтому у сообщества минтер больше шансов на успех но опять же из-за большого вознаграждения она конечно привлекательно для людей но пока я там кстати не видел пирамиды вот на минтере я пока не видел пирамиды там есть система где ты заходишь у тебя сразу 20 процентов момент монет забирают на вознаграждение всем через кого-то зашел то есть там и мыломку сделан это же не пирамида ты добровольно отдаешь 20 процентов и они добровольно распределяются и тебе делают некую аналог роя клуба призма ского где ты отдаешь в дипос то есть деливерит roof of stake то есть ты отдаешь свои монеты в общую котлету за ну даже как и в призм чем больше у тебя котлета тем больше тебе пора манится собственно говоря в обычном после тоже самое только в обычный вкус например в монете дашь можно зайти от 150 тысяч долларов вот это по-взрослому вот а здесь пожалуйста хоть 100 долларов хоть 20 долларов закидывай что в призме что в минтере в общем друзья давайте так не будем затягивать я думаю что все кто ну с башкой на плечах сообразили в чем речь намеки поняли пишите в комментариях если чё кому не понятно я уверен конечно призмовцы напишут комментариях тоже как они писали в предыдущих видео что ты дурак и ни в чем разбираешься ки не реферальную ссылку свою в призм глумясь да вот или чё еще писали вот как его там муратов сделал призм чтобы мир сделать лучше а вы что алексей сделали книжку написали и причем это писала барышни которые видимо и книжки даже написала да просто доверила в призм свои деньги и ведь мы что-то пропагандирует не очень понимая сама чего потому что к чему придет призм призм мир к лучшему точно не изменит по известным причинам ну вот друзья вот такие истории значит имеющие уши бы слышит слышите про мин так тоже намеки дал играетесь если это не пирамида ну вот например подминка я пока не видел пирамиду но понимаете что вы можете деньги потерять то есть есть рискованное благородное дело а есть явно пирамидами в этом надо разбираться все друзья показываем они а тут пришли местные жители этой комарки